здравствуйте дорогие друзья и гости моего канала сегодня я хочу вместе с вами приготовить вот такое постное блюдо это чечевичные котлетки с рисом это очень вкусно кому интересно оставайтесь со мной и приятного вам просмотра для этого чечевицу я замочила на ночь и теперь ее перекладываю и измельчаю все перемолола вот такая масса у меня получилось и сейчас я буду перекладывать в эту чашку являюсь сюда отварной рис и отправляю сюда нарезанный репчатый лук добавляю соль перчик и сюда же добавляю чесночок теперь все это очень хорошо перемешиваю а еще я добавлю сюда полторы ложки овсяных хлопьев и также все хорошо перебешим если нет овсяных хлопьев можно добавить манную крупу можно добавить зелень при желании кто любит петрушку укроп кто что любит я ничего не буду добавлять я оставляю так и сейчас буду формировать тефтельки вот такие тефтельки я люблю обжариваю с двух сторон я уже нарезала репчатый лук белый корень вот немножечко буквально столовая ложечка и морковку и сейчас все это буду отправлять обжаривать пока мои тефтельки обжариваются я обжаривают здесь овощи овощи у меня уже поджарились теперь я сюда буду выкладывать мои тефтельки здесь я уже размешала муку с водой и добавляю одну полную ложку томатной пасты и все хорошенечко перемешиваю заливаю сверху и теперь все заливаю кипятком вот где-то чуть-чуть бы должны покрыты быть мои тефтельки накрываю все крышечкой и готовлю до готовности минут 20-30 на медленном огне пока готовятся мои тефтели варю рис я люблю 22 или три сорта сколько есть сейчас у меня два сорта один потемнеет другую белых но он весь продолговатый высыпаю один стакан сначала я его промою немножечко чтобы вышел вот этот белый крахмал после того как промыла рис добавляю теперь один стакан рис можно поставить чтобы он постоял набух добавляю куркуму если нет куркумы можно не добавлять и добавляю паприку ну просто перчик без всего это я добавляю чтобы был красивый цвет у риса если нет куркумы можно просто обойтись красным перчиком также я сюда добавлю ну где-то одну столовую ложечку растительного масла добавлю еще стаканчик водички и все доведу до кипения сейчас соль еще добавлю добавляю соль и черный перчик перемешиваем все в принципе готова накрываем крышку и больше я эту крышку открывать не буду когда она закипит крышечка начнет стучать я узнаю что она кипит убавляя на самый 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 медленный огонек и варю до готовности минут 15-20 и все потом смотрю главное не мешать тогда он получится рассыпчатый но все накрываю крышечкой и жду показ готовится забыл лавровый листик сюда маленький если нет маленьких можно без него вкуснее все жду ну что ребят время прошло наши тефтельки готовы и наш рис тоже готов набираем и кушаем давайте попробуем это очень вкусно вот такая получается тефтелька и вкусный рис и сейчас я попробую это очень вкусно дорогие друзья приготовьте ребята это очень вкусно поэтому кому понравилось это блюдо готовьте а мне приятного аппетита ну и конечно друзья куда же без сладкого сейчас я вам покажу как я делаю вот это вкусное постное песочное шоколадное ореховое печенье достала я тесто из морозилки сейчас я его раскатаю тесто подморозилась как я его замесила будет стоять в описании и может быть прикреплю еще тут сверху раскатаю вот такой у меня пласт получился где-то но чуть меньше чем сантиметр разрежу таким ножичком на порции чтобы было красиво немного проколю вилочкой и еще рассыплю орешками свои печеньки разложила их уже у меня получилось две противни сейчас я их буду выпекать в разогретой духовке до 170 градусов 15 минут но когда у меня совсем нету времени возиться с заквасткой меня выручает моя хлебопечка и печет мне хлебушек вот он испекся как раз и я его открываю он уже постоял немножко форме сразу я не вытаскиваю поэтому чтобы он хорошо отошел сейчас я вам покажу как он получается тоже очень вкусно рецепт у этого хлебушка самый простой мука вода дрожжи ну и конечно соль и сахар и немножко маслица и вытаскиваем хлебушком еще очень очень горячий красавец единственное конечно остается дырочка от ножа хлебушек очень хороший горячим я его резать не буду но аромат идет по всему дому это тоже очень вкусный хлебушек все пускаем у нас теперь доходит но такое хлебушек я чаще конечно пеку чем на закваске потому что очень быстро и просто и вот такое печенье у меня уже получилось я его испекла очень вкусное печенье посмотрите какие вкусные воздушные песочные печеньки получились можно их скушать про прямо так а можно посыпать сахарной пудрой посмотрите как быстро это печенье улетает она просто тает во рту поэтому нельзя удержаться чтобы не схватить еще кусочек печенья